Всем привет! Хочу вам сегодня предложить в качестве перекуса или завтрака очень вкусные аппетитные хрустящие рулетики из толстого хлеба. Я сделала такие рулетики с сыром и колбасой. Вы можете к сыру добавлять любую начинку. Это может быть куриная грудка или ветчина. С начинкой можно экспериментировать. Самое главное, что они готовятся очень быстро, просто и не занимают много вашего времени. Все ингредиенты и количество пропишу под видео. Заходите, смотрите и, конечно же, готовьте. А кому интересен рецепт приготовления, оставайтесь вместе со мной. Давайте сегодня приготовим очень быстрый вкусный перекус или завтрак. Берем хлеб. Я взяла тостовый хлеб. Также можно взять хлеб для сэндвича. Обрезаем корочки со всех сторон. Хлеб я подготовила. Далее кусочек хлеба раскатываем при помощи скалки. Сверху выкладываем кусочек сыра и колбасу. И все очень быстро и аккуратно сворачиваем в рулетик. Как видите, что это готовится очень быстро и просто. Подготавливаем оставшиеся рулетики. Сразу хочу сказать, что в начинку можно добавить даже зелень. Это будет тоже очень вкусно. Рулетики я подготовила. Берем 2 яйца. Добавляем сюда соль и черный молотый перец. Все хорошо перемешаем. Также мне потребуются панировочные сухари. На предварительно разогретую сковородку наливаю растительное масло. Беру рулетик, окунаю в яичную смесь, а далее в панировочные сухари. Готовые рулетики обжариваем на сковородке только на медленном нагреве плетин, чтобы они у вас не сгорели. Вот такая красота у меня получилась. Готовые рулетики выкладываем на бумажное полотенце или бумажную салфетку. Готовим очень вкусный горячий кофе или приготовьте чай, если вы не любите кофе. И вот такие очень вкусные, аппетитные, хрустящие рулетики готовы. Если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А также смотрите мои другие видео, оставляйте свои рекомендации и, конечно, пишите свои комментарии. Не забудьте зайти и подписаться на мой основной канал. Ссылка находится под видео. А также заходите в группу ВКонтакте, в Одноклассниках, делитесь своими рецептами. А вам всем скажу, чем больше вас, тем интереснее готовить для вас. Всем пока!